Привет, друзья. Меня зовут Алёна Гаврова, и в этом видео вы узнаете, как изменить ссылку канала YouTube, или как поменять имя пользователя, или как изменить URL канала YouTube. Для начала давайте определим систему, для чего же это нужно. Когда мы создаём канал, YouTube нам даёт вот такую замечательную ссылочку. YouTube.com.slash.channel.slash и дальше идёт куча цифр, букв, непонятных, для того, чтобы запутать всех и вся. Для чего же нужно поменять? Ну, во-первых, эта ссылка достаточно непрезентабельная, это раз. Было бы лучше, если бы она отражала именно ваш канал, который вы создаете на YouTube. Во-вторых, она просто-напросто не профессиональна. И если вы все-таки ведете интернет-бизнес, если это ваша профессия, либо вы продвигаете свой бизнес через интернет, то, конечно же, нужно поставить ссылку более профессиональную по тому бренду, который будет представлять именно ваш канал, канал YouTube. Ну и в-третьих, такая ссылка не дает возможности использовать внутри сети YouTube, внутри социальной сети YouTube, такой инструмент, как email-маркетинг. То есть, внутри каналов YouTube можно посылать письма на почту, которые подвязаны к каналу конкретному, то есть, на почту Gmail. Но если у вас не будет своего имени пользователя, вы этим успешно не сможете воспользоваться. Итак, как же сделать, как же создать свой уникальный УРУ-канал? Итак, мы переходим вот по такой вот ссылочке www.youtube.com.slash.account.advance.set И нам предстоит вот такая вот страничка, на которой мы видим, что УРУ-канал на данный момент у нас вот такой вот некрасивый. И чтобы его поменять, нужно просто-напросто кликнуть по ссылочке «Создать пользовательский УРУ-канал» справа от нашего текущего УРУ-канала. Итак, кликаем. И здесь нам предлагают ввести свой персонализированный УРУ-канал или персонализированное название нашего канала. Здесь смотрите, что должно быть. УРУ-канал может содержать только буквы и цифры. И, конечно же, не на русском языке, а на английском. Поэтому мы пишем на английском языке. Допустим, будет вот так. И нажимаем «Создать УРУ-канал». Если то, что вы написали, уже существует в соцсети YouTube, то вам как раз под этим и напишут, что вы должны поменять свое название. Почему не может быть двух одинаковых ссылок? Ну, это понятно. Двух одинаковых сайтов не может быть. Точно так же двух одинаковых УРУ-каналов также не может быть. Это будет отдельный ваш сайт. Сайт на канале. Итак, нажимаем «Создать УРУ-канал». Вот, видите, к сожалению, используется то, что я захотела. И мне как раз и об этом написали. Давайте же сейчас выберем что-то другое из либо доступных, которые тут же мне предоставляет сам YouTube, либо что-то, что я напишу еще свое. Допустим, меня устраивает вот этот вариант, и я на него нажимаю. И после этого нажимаю кнопку «Создать УРУ-канал». И все, друзья. Моя теперь ссылка изменена. Что же мы сейчас видим? Давайте перейдем. Обновим страничку. И ничего не получилось. Снова использовать имя и отключить профиль Google+. Снова использовать имя и отключить профиль Google+. На YouTube будет восстановлено название канала. А в Google+, ваш профиль не будет удален. И в нем будет указано ваше имя. И ваш профиль Google+, будет отключен от канала YouTube. Уже после этого вы сможете снова его прописать. Нажимаем «Ок». И вот теперь у меня есть свое имя пользователя. Если мы обновим страничку, то вот мы увидим, что теперь у меня канал с названием youtube.com и вот эту уже ссылочку вы можете копировать и вставлять к себе на сайты, в группы соцсети, в паблики в соцсети, на страничку в соцсети. И она будет уже отражать в ваш бренд, бренд вашего канала. Итак, на сегодня это все. Мы изменили угол канала. Мы получили свой индивидуальный индивидуальное имя на канале YouTube. И теперь мы сможем эффективно воспользоваться всеми возможностями канала YouTube. Всего вам доброго! С вами была Алена Лаврова. До встречи! Ну а теперь, друзья, маленький бонус. Все-таки как же канал теперь YouTube связать с профилем Google+. Мы снова в настройках аккаунта во вкладке «Обзор» и под названием нашего канала нажимаем ссылочку «Связать канал с Google+.» и теперь нас спрашивает YouTube, как мы хотим, чтобы назывался обновленный наш канал. Допустим, я хочу, чтобы он по имени и фамилии назывался. Здесь также, как вы видите, есть вариант использовать существующего пользователя, то есть ничего не менять и придумать новое название. Допустим, я решила третий вариант использовать, все-таки из профиля Google+. Ставлю чекбоксик на этот вариант и нажимаю кнопочку «Далее». И после этого мне показывается, что же будет видно, после того, как я все эти манипуляции, все эти действия произведу. До того, как я это сделаю, автор на канале будет указываться по имени пользователя канала, то есть то, что я написала в горле «Досилена ЕКБ». Но после того, как я нажму все-таки добавить мое имя, будет автор «Я» – Алена Лаврова. Я решаю, что мне это больше подходит и нажимаю «Добавить мое имя». И после этого автор будет Алена Лаврова. Давайте посмотрим, что же произойдет с урлом канала. Он не поменялся. Он как был, www.youtube.com.slash.tube.selenekb. Он так и остался. Итак, еще раз всего вам доброго, удачи и до связи. До связи.